Только успели привыкнуть к жизни в условиях адаптивного карантина, так снова правительство готовит нам новые ограничения. Со следующей недели в Украине вводятся новые меры по борьбе и противодействию распространения коронавирусной инфекции. Рассматриваются два варианта сценария. Это либо карантин выходного дня, либо же комендантский час с определенными штрафами за его нарушения. Давайте узнаем у Одесситов, насколько они готовы к новым ограничениям. Ну я считаю, что санкции должны быть, потому что иначе наши люди не понимают. Я против того, чтобы наши заведения развлекательные работали, при том, что театры, музеи были закрыты параллельно с этим. Это негуманно. И если закрывать, то закрывать все. Знаете ли вы о карантине выходного дня? И что вы думаете по этому поводу? Это значит, когда на выходной день все закроют? Да, да. Ну для бизнеса это неприбыльно однозначно. Ну как вы думаете, это повлияет на ситуацию? Умете так количество заболевших? Нет, на это не повлияет вообще никак. Пока карантин не будет, как в Европе, полностью закрыто все, ситуация не изменится. Люди все равно будут ходить и болеть, и заражаться. Что вы думаете по поводу карантина выходного дня? По поводу чего? Карантин выходного дня. То есть заведения не будут работать выходные. Плохо. Ну это плохо, конечно, но если куча людей болеет, то... Ну если кто-то закрывает, то получится по-крупному. Да, потому что сейчас выросла намного больше заболеваемость, и лучше, чтобы закрыли, и хоть как-то снизить этот пик. Хорошо, то есть вы считаете, что тотальный карантин лучше? В данной ситуации, да. Да. Карантин выходного дня подразумевает ограничение работы всех заведений различного характера с вечера пятницы до пяти утра понедельника. Мнение одесситов разделилось. Многие считают, что нужно вводить такой карантин, и что это даже необходимо, так как количество заболевших с каждым днем значительно увеличивается. Жители обеспокоены такой статистикой. Но большинство наших собеседников не верит в то, что карантин выходного дня изменит эпидситуацию. Людей придерживаться элементарных правил быстро не научишь. Локдаун еще больше ударит по малому и среднему бизнесу. В данном положении уже все плохо, очень плохо. Если тотальный карантин, то половина предпринимателей уйдут, работники, у которых нет сбережений, я не знаю, что они будут делать. Мне было весело достаточно на карантине, если честно, потому что я один из тех людей, кто его не соблюдал. Я ходил без масок, без перчатки, и гулял для меня это был... Но при этом я искал работу, искал финансы для выживания, и, признаюсь честно, я работу на карантине не нашел. Скажите, как это отразится на малом и среднем бизнесе? Это очень плохо, потому что, если будет другая минута, то будет не как первая. Будет еще лучше, начинится много закладов, поэтому люди просто без работы остаются. В выходной день больше людей, больше людей на улице. Но, конечно, так будет лучше. В выходной. Чтобы в выходной все-таки все было закрыто. Но так лучше, если так нужно сильно. Только в выходной это не дано, но все равно нужно людей помочь. Представители малого бизнеса рассказывают, что они только отошли от тотального карантина, который был ранее. Второго их бизнесы могут уже не пережить. Предприниматели все еще ждут поддержки от государства. Жесткий карантин, по мнению наших собеседников, должен сопровождаться адекватной законодательной базой. С прошлого карантина мы очень тяжело выходили. Мы даже до сих пор не оклемались после него. Еще одного карантина, я думаю, мы просто не выдержим. Многие клиенты боялись приходить, когда мы уже начали работать полноценно. Просто у нас такая страна, которая не поддерживает этот малый и средний бизнес. Америка там хоть как-то пытается и требует от президента поддержки этого. У нас такого нету, даже если мы будем требовать, мы все равно ничего не получим. Мы просто опять просядем и, скорее всего, начнется закрываться просто малый бизнес, он не выдержит такого кризиса. Предприниматель Екатерина Яблонская работает сама на себя. Ей нужно думать не только о том, как прокормить свою семью, но и своевременно оплатить коммунальные платежи, налоги и зарплаты работникам. Новые ограничения ударят не только по ней одной. Я считаю, что это будет смерть для малого бизнеса. И для меня проще рискнуть заболеть ковидом и умереть от него, чем мои дети умрут с голоду. Потому что мне нечем будет расплачиваться уже со своими долгами, которые накопились за прошлый карантин. Малый бизнес просто стонет. Ну, мы реально умираем. И нам реально нечего будет кушать. То есть, если заболеть, это еще вариант, заболеешь или нет, то здесь это стопроцентная вероятность. Почему должен страдать малый бизнес? Если вы хотите сделать локдаун, как в Европе, если мы стремимся в Европу, сделайте пособие хотя бы наполовину, как в Европе, чтобы людям было за что кушать. Мне только что написала женщина, что у нее трое детей, ее муж работал на рынке. Когда был тот карантин, они заложили обручальное кольцо. Но это же позорище для нашего государства. Впрочем, в Министерстве здравоохранения утверждают, что полного локдауна пока не будет. Экономика не выдержит. Но к уже существующему перечню карантинных зон для регионов добавят еще одну, черную, в которую будут входить регионы с полной наполняемостью больничных коек. В остальных зонах, вероятнее всего, ведут карантин выходного дня, который не распространяется только на продуктовые магазины и аптеки. Василий Базовлук, Инна Грабовенко, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.